Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Ельском районе в лесу заблудился 17-летний парень. К счастью, его нашли и доставили домой. Студент Полесского аграрного колледжа возвращался с учёбы из Калинковичей домой в деревню Ленов Наравлянского района. Добрался до Ельска, но опоздал на автобус, идущий в деревню. Решил до неё пешком. Чтобы сократить путь, пошёл через лес, где и заблудился. Плутал до двух часов ночи, после чего замёрзший и обессилевший позвонил в милицию и попросил о помощи. Милиционеры по указанным ориентирам нашли парня, отогрели в машине и отвезли домой. В Добружском районе задержаны браконьеры. Нарушителям природоохранного законодательства предстоит возместить нанесённый природе ущерб. Инспекторы охраны животного и растительного мира вместе с милицией задержали шестерых нарушителей на водоёме у деревни Слобода. Браконьеры ловили рыбу запрещенными орудиями, пятьюжаками и острогой. В лове оказалось 38 рыб. Из них 34 особи щуки. Стоимость ущерба от этой рыбалки оценили в 3 с лишним тысячи рублей. Напомним, что с 1 марта в большинстве регионов Беларуси, за исключением Витебщины, вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. За прошедшие сутки в области не зарегистрировано ни одного пожара и не произошло ни одного серьёзного дорожно-транспортного происшествия. И это была последняя новость этого выпуска. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания.